АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И всякие там кафе очень интересные. Чтобы там все было. Вот вы слышите звуки. Вот как я говорила, венцы очень любят сидеть в кафе, любят очень музыку, ансамбль. Вот здесь тоже необычный ансамбль. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это Родион и Эльбин. А скрипты очень популярные ансамбля. Будем с ним. АПЛОДИСМЕНТЫ Немножко быстровато почему-то идет. Я не знаю, может мне кажется. Очень быстровато. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот там очень любопытно. В этом квартале очень много всяких всяческих музеев, музейных улочек. И вот, в частности, штопоры различные. Различные модификации. Посмотрите, сколько их вообще. Можно рассматривать бесконечно. А вот эти вот маленькие венские дворики. Да, вот сейчас освещение. Вот они любят всякие вот создавать такие квазималенькие музейчики. Вот старую технику показывать. Здесь штопоры. Вот. И здесь вот этот музей маленький. Продолжаются витрины, посвященные штопорам различным. Причем различных времен, как говорится, вот здесь собраны вот эти вот штопоры. А вот здесь очень интересный такой дворик маленький мы нашли. И вот это венский композит Роберт Штольц, создатель песен. Песенки были очень популярные. Венцы очень любили петь эти песни. Вот видите, какие интересные бочки выставлены. Вот в этом дворе он шил. Все сохранилось так, как было в те времена. Вот это вот. Нет, надо есть на все. Вот это здесь, видите, какие крыши сделаны. Очень интересные интерьеры. Вот такой совершенно необычный какой-то квартал от Чопорной Вены. Здесь и следа не осталось вообще. Обычно мы привыкли воспринимать Вену как очень красивый Чопорный город такой. С замечательной архитектурой. Здесь это простой квартал на окраине Вены, где жили музыканты, художники. Вот видите, какие улочки маленькие. И здесь очень, кстати, любили бывать и такие знаменитые люди. Вот там Софи Лорен, американские президенты. Наш Хрущев Сергеевич там бывал не раз. Вот в этом квартале заезжал в Гринти. Вам всем хорошо видно? Мне как-то сбоку кажется, что очень мигает быстро. Может быть мне это нормально, да? Вот, а это вид сверху Вены. Мы въехали в гору, там виноградники везде. И вот это Вена сверху. Можно еще чуть-чуть взрывчатый. Есть никого забыли, он сидит. А на грехе сайты. Это Кровский и Крумпинг. Это Крампауз. Я в вашем истории написал, что это вот эта ронда. Мы здесь тренировали в 1915 году. Это с высоты птичьего полета Вена. А ехали мы через знаменитые венские леса. Вот там еще будем сейчас съезжать. И вы видите, вот венские леса. Помните, Штраус создал сказки Венского леса. Вот это вот самые знаменитые леса. Мы были на горе высокой. Вот мы спускаемся. Так и вспомнил сразу Штраус. Там, кстати, в Вене есть памятник Штраусу. Но вот на мой взгляд, он какой-то такой очень странный. Производит впечатление. Он весь как бы золотой. И знаете, вот что-то вот в этом есть неестественное. Памятник у Моцарта замечательный. А вот Штраусу... Ну, это совсем маленький фрагментик. Просто вот этот мне очень хотелось... Спасибо. Мне хотелось вам показать немножко иной район Вены, нежели... У нас есть вот сейчас иногда возможность вам показывать маленькие фрагменты видеофильмов и DVD-фильмов. Сейчас мы делаем перерыв. Значит, я хочу только пригласить на сцену... У нас же сейчас в продолжении будет фестиваль. И будет презентация... Все есть. Все сидят на месте, да? Все? Все очень все-таки. Так. Хорошо. Мы продолжаем нашу встречу. И я вам хочу сказать, что вот так вышло, что мы как бы сегодня делаем приношения. Это ведь не зря так названа тема наше приношение Францу Шуберту и Йозефу Гайдну. Ну, каждый музыкант, естественно, хочет как-то поклониться мастеру. И вот у меня возникла полгода назад такая идея. Тем более вот близятся сейчас замечательные праздники и Новый год, и Рождество. И мы вот с вами сегодня в этом году последний раз видимся. А в следующем году только 20 января у нас. Довольно долгий период. Мы не будем видеться. И пользуясь случаем я хочу всем пожелать доброго здоровья и радости и счастья в эти дни. И поздравить с наступающим Рождеством и Новым годом. Уже в 2008 годах пожелать каждой семье счастья. Ну, а поскольку у нас семейный клуб, тем более, это очень важно, чтобы следующий год вам принес какие-то открытия. Потому что Новый год – это всегда ожидание чуда, радости, какой-то совершенно неожиданных каких-то открытий. И я тоже хочу вам пожелать не только на словах, но и в музыке. Я хочу, чтобы сегодня состоялась презентация вот моего рождественского альбома, который я специально написала для молодых музыкантов. Четырехручные. Вот как раз традиция музыцирования, она всегда мне была близка. Ансамбли, я много пишу ансамбли. И вот сегодня вы услышите рождественский альбом. А представит его вам два музыканта. Вот они сегодня уже играли. Это уже постоянный дуэт в составе Наталья Николаева и Ольга Мызникова. Просим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И небольшой альбом будет исполнен подряд, без перерыва. Я скажу название пьес. Здесь есть пьесы совсем такие для малышей, а есть уже гораздо сложнее. В альбоме восемь пьес. Но сегодня в силу обстоятельств некоторых будет представлено семь. Значит, первая пьеса называется «Рождество слави», потом «В лесах Баварии», следующая пьеса «И снились волшебные сны», еще одна пьеса «Мы едем в Зальцбург». Следующая пьеса называется «На кораблике по Кёнигзее». Это очень красивое на границе Австрии и Германии, очень красивое озеро. Кёнигзее, королевское озеро. И еще одна пьеса «Рождественские гуляния». И последняя пьеса, которая сегодня передвучит, «Перед сочельником». Итак, исполняет рождественский альбом Ольга Мысникова и Наталья Николаева. Пожалуйста. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok